Лебединое озеро, спящая красавица, щелкунчик Раймонда – шедевры русского классического балета. Но сегодня уже мало кто помнит, что первыми исполнительницами главных партий в этих русских спектаклях были вовсе не русские танцовщицы. А кем впервые были исполнены 32 фуэте в России? В русском балете вообще был период, когда прима-балеринами становились только иностранки, а именно итальянки. Итак, итальянки в России, а именно в русском императорском балете конца 19 века. Российская империя гордилась своим балетом не меньше, чем Советский Союз. Однако в середине 80-х годов 19 века балет наш переживал не лучшие времена. Столичные петербургские зрители в Мариинске ходили неохотно. Оно и неудивительно – прима Екатерина Вазем уже успела порядком наскучить публике и сборов не делала. Вывод напрашивался сам собой. Единственный способ поправить дела императорского балета – это ангажировать на русскую сцену какую-нибудь иностранную знаменитость. Спасительный пример подал знаменитый антрепренер Михаил Лентовский, который летом 1885 года выписал для своего петербургского театра «Кинь-грусть» итальянскую танцовщицу Вирджинию Цуки. Божественную Вирджинию, так называли итальянцы Вирджинию Цуки, петербургские снобы встретились с недоверием. Для дебюта балерины у Лентовского был выбран спектакль «Необычайное путешествие на луну» на музыку Офенбаха. Тех наивных, которые ждали, что Цуки будет скакать по сцене, показывая виртуозные трюки, ждало разочарование. Достоинство ее танца было не в силе пируэтов, а в неуловимом искусстве танцевать легко и грациозно. Балерина буквально летала по сцене, чем привела эстетов в восторг. Она с удовольствием повторяла удавшиеся вариации на бис, так что спектакль продолжался почти шесть часов. Публика расходилась в два ночи, пожалуй, даже утомившись созерцанием прекрасного. На многих лицах можно было прочесть «Хорошенького понемножку». Окрыленный успехом итальянской солистки, Лентовский решил усилить впечатление. Он предложил укоротить юбки всем танцовщицам на итальянский манер. Один из критиков писал, юбки буквально оканчивались там, где им следовало бы начинаться. Некоторые старцы в восторженном изумлении чуть не проглотили бинокли. Во время быстрых танцев тюники превращались в нечто невидимое, и глазам представлялась весьма реальная действительность. Лентовский ликовал. Он предложил Вирджинии продлить контракт, утроив ее гонорар. Но она благоразумно отклонила предложение, ведь ее танцы заметили и в дирекции императорских театров, и теперь она дожидалась приглашения. Вопрос решился неожиданно. Директор Всеволожский получил приказ пригласить цуки танцевать в присутствии императора. Это был отличный шанс. Вскоре она стала балериной Мариинского театра. Однако в 1887 году императорская балетная труппа устроила новой солистке ледяной прием. Гастролерша вызвала массу споров и упреков. Критиковали все, от танца до прически. Кто-то даже утверждал, что она скачет по сцене как лошадь, и лучше бы пригласить из цирка обезьянку или пуделя. Но, конечно, это все от зависти. Успех и талант всегда кого-то раздражают. Вирджиния Цуки украшала петербургскую сцену более трех лет. А потом, найдя какой-то повод, дирекция не продлила с ней контракта. Но Цуки не сдавалась в России, ей нравилось. Она решила поехать в провинцию, а начала с купеческой Москвы. И не ошиблась. Ее принимали, как когда-то Фанни Эльслер. Тогда поклонники даже впряглись вместо лошадей в ее карету, чтобы отвезти свое божество домой. Теперь же московские газеты писали. Емелька Пугачев только собирался тряхнуть Москвой. А Цуки на склоне своей долголетней карьеры действительно тряхнула ею. А тем временем в Петербурге выступали сразу несколько первоклассных итальянских танцовщиц. Антониата Дель Эра приехала в Россию из Берлина. Фигурка ее была изящной, а с лица не сходила приятная улыбка. Молодая виртуозка исполнила на своем бенефисе сразу три сложнейших номера, чем сразила зрителей. Другие танцовщицы обычно ограничивались одним. Ее талант оценил главный хореограф Мариус Петипа. Именно для нее, Антониата Дель Эра, он поставил партию феи Драже в балете «Щелкунчик». А вот другая знаменитость. Итальянка Аделина Зоццо, приехав в Петербург, была сконфужена. Прописанный в ее контракте театр зоологического сада оказался простой платформой под открытым небом. Что делать? Контракт есть контракт. Лето выдалось дождливым и холодным, поэтому публике случалось видеть несчастную Зоццо, танцующую классические вариации, с большим пледом, покрывавшим ее изящные голые плечи. Выступая в зоологическом саду, перед гуляющей и пьющей пиво публикой, она с грустью говорила «Я танцую для животных». Гораздо больше повезло Эмме Бессоне. Уже после первой репетиции в России коллеги устроили ей овацию. Правда, после ее выступления в партии Жизели мнения разделились. Кое-кто утверждал, что итальянские балерины своим стилем портят русских танцовщиц, которые сохраняют священный огонь какой-то особой школы. Это было неправдой. Русские примы мечтали уподобиться техничным итальянкам. Знаменитый критик Скальковский писал, когда какой-нибудь русской танцовщице приходилось сделать пируэт, то об этом балетаманы заявляли торжественно за три дня. Затем уже накануне танцовщица не ела, не пила, на вопросы не отвечала, а только огрызалась. В момент же исполнения самого пируэта публика благоговейно замирала, а танцовщица слегка вспотев и с налитыми на шее жилами с заметным усилием делала свои круги, рискуя ударом ноги сбить с кресла капельмейстера. После этого требовался немалый отдых. О том, что можно танцевать балеты каждый день, как это делали итальянки, и подумать было страшно. Да, русские балерины того времени не могли соперничать с техничностью представительниц миланской школы. Юная итальянка Карлотта Брианца прославилась в Париже. Хорошенькая брюнетка с красивыми черными глазами и строгим выражением лица была капризна. Во время спектакля, допустив случайную ошибку, она непременно делала обиженную гримаску и позволяла себе тихонько произнести какое-нибудь итальянское ругательство. В Петербург ее выписал частный театр Левадия, а вскоре Брианца украсила собой сцену Мариинского театра. Мариус Петипа, очарованный ее талантом, изяществом и юным задором, поставил для Карлотты партию принцессы Авроры в балете «Спящая красавица». С той поры эта партия уже более ста лет является своего рода экзаменом на мастерство для любой балерины. Карлотты партию принцессы Авроры в балете. В балете складывалась для Карлотты Брианца как нельзя лучше, как вдруг она расторвала контракт на год раньше срока. Ее оскорбили. В балете «Царь Кандавл» ей, прими-балерине, посмели сшить корсаж того же цвета, что и исполнительницы второстепенной партии. Подобного издевательства горячая итальянка не стерпела и решила навсегда покинуть Россию и балет. Но, уехав в Италию, она успокоилась, остыла, да и вернулась на сцену, правда, на сцену ласкала. В последний раз Карлотта Брианца выступила перед зрителями в Лондоне. В антрепризе Дягилева она танцевала «Спящую красавицу». Ей было 53 года. Конечно же, исполняла она не партию Авроры, а роль старой злой феи Карабоса. А между тем поток итальянских знаменитостей в России не иссякал. Их имена сменяли друг друга со скоростью их же стремительных вращений. Джаванино Лемидо, Елена Карнальба, Пальмира Полини, Пьеррино Линьяни. Она была последней из итальянских гастролерш 19 века, выступавших на сцене Мариинского театра. Она чудным образом сочетала в себе все таланты предшественниц. К тому же была феноменальной и виртуозкой. К моменту появления на петербургской сцене Линьяни было 30 лет. Время расцвета для балерины. Ее дебютом стал балет «Золушка» на музыку Барона Шелли. Главный сюрприз балерина приберегла на финал балета. В этот вечер, 17 декабря 1893 года, Петербург впервые увидел 32 фуэте. Это был настоящий цирковой трюк без страховки. Линьяни в тишине вышла на середину сцены, озабоченно поискала место для вращения, приняла устойчивую позу и начала вертеться. Зрительный зал взревел от восторга, а Пьерина легко и свободно повторила свой трюк на бис. Музыкальная и женственная. Она, к тому же, была и хорошей актрисой. Ее таланты ярко раскрылись в балете «Лебединое озеро». Ведь партию, одетые Дилии, Иванов и Петипа, поставили специально для нее. Партия Раймонды в балете Глазунова была последней, которую сочинил для нее Мариус Петипа. Вариации, в которых блистала Пьерина Линьяни, до сих пор являются украшением русского классического репертуара. Эпоха 13-летнего царствования итальянок на петербургских сценах заканчивалась. И права вреда русской танцевальной школе итальянки не принесли. Напротив, они сделали немало полезного для искусства русского балета. В 1900 году Пьерина Линьяни последний раз выступила на сцене Мариинского театра. Место прима-балерины императорского балета заняла русская танцовщица Всесильная Матильда Кшесинская, сохранившая этот титул за собой до падения Российской империи.